Микс Ньюс Привет из Туманного Владивостока Я слушаю радиостанции Микс Медиа Групп Через приложение Микс Медиа Радио Присоединяйтесь Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа «Встретились, поговорили» Меня зовут Вадим Родионов Звукорежиссер Евгений Копеинов В гостях у нас сегодня Представители IT-отрасли Это глава компании «Диалогу» Дарвница Евгений Мещенюк Добрый день И разработчик приложения Микс Медиа Радио Программист Алексей Валаик Добрый день Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 672-13-93-9 Звоните нам, пишите в видеочасти На портале MixNewsLV И в Фейсбуке на страничке Радио Болтком, Болтком Через К Или на страничке MixNewsLV Вы также можете на наши странички подписываться Для этого достаточно нажать лайк Ну и также я с удовольствием Представляю наше приложение Микс Пробел Медиа Пробел Радио Для смартфонов, которое позволит вам слушать все четыре радиостанции MixMedia Group В любой стране земного шара И вот как раз Алексей, он является автором и разработчиком этого приложения И вот, собственно, если говорить о перспективах таких программ На ваш взгляд, насколько они уже необходимы в современном мире Современным радиостанциям То есть для чего нужны подобные приложения Конечно, конечно, необходимо, друзья Все хотят пользоваться телефонами И уже не хотят никаких ни компьютеров, ни радио, ничего И, конечно, чем раньше, тем лучше Нужно делать такие приложения, развивать их Потому что, ну, масса возможностей Но представьте, вот сейчас мы сделали только приложение, чтобы можно было слушать онлайн Следующее мы там сделаем, чтобы можно было слушать вот эти вот сохраненные подкасты Вы представляете, вы можете потом из этих подкастов там собрать себе там плейлист То есть вы как бы собираете свою радиостанцию, получается, и слушаете Ну, супер Из того контента, который мы производим Да, 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 конечно Это мультимедийная составляющая, когда, в общем-то, и радио, и интернет, и приложения То есть они создают уже такую общую единое мультимедийное СМИ Именно так, конечно, конечно Ну, вот как раз сейчас время приложений, век приложений, наверное Вот что делает приложения конкурентоспособными в этом, так скажем, огромном выборе В огромном супермаркете глобальном, который мы Ну, конечно, контент и качество Содержание И дизайн, да А вот в Фейсбуке, кстати, как с этим обстоят дела То есть Фейсбук, это же такая площадка для продвижения, правильно? Ну, эта платформа огромная Это не только площадка для продвижения Это огромная экосистема, которая включает в себе много разных вариантов взаимодействия с этой платформой Вот, и да, Фейсбук, можно сказать, сегодня такой один из... Не один, а лидер, по большому счету, в истории социальных сетей Два миллиарда, вот буквально Да, два миллиарда перевалили в отметку И если так подумать, даже эта цифра вообще никак не укладывается в голове Два миллиарда человек сегодня соединены одной платформой Вот, поэтому, конечно, Фейсбук, это огромные возможности, которые у нас сегодня есть Вот прямо вот рядом с этим же приложением, на этом же смартфоне В любой момент, потому что интернет сегодня... Ну, Фейсбук, это получается, это средство доставки, правильно? То есть, как бы, Фейсбук сам по себе контент не производит Конечно, да, это средство доставки, это средство продвижения Это средство общения, это средство взаимодействия, коммуникации, все что угодно, да Вот, и, конечно, Фейсбук сегодня главный канал распространения, скажем так, контента Я не помню точно по цифрам, но Фейсбук сегодня генерирует, по-моему, до 70% трафика вообще в интернете То есть, ваш сайт и приложение в том числе, да И будьте уверены, что львиная доля посещаемости ваших ресурсов, она будет приходить из социальных сетей Ладно, может быть, не конкретно с Фейсбук, но в общем, да То есть, получается, что уже люди заходят не всегда просто на сайт, они заходят на сайт через Фейсбук уже Я, как бы, я по себе могу судить и по какой-то аналитике, которая у нас есть Что понятно, что если раньше мы с вами заходили с утра проверить там почту и в порталы так называемые, да То сегодня этот портал стал единым Это Фейсбук, Инстаграм, это те соцсети, в которых мы проводим огромное количество времени на самом деле И статистика есть очень разная, но мы с вами ежедневно проводим огромное количество минут и часов даже В этих социальных сетях там есть статистика, что среднестатистический человек проверяет свой смартфон и Фейсбук минимум 20 раз, 25 раз в день Это как раньше говорили, что он включает и выключает телевизор определенное количество раз в день и смотрит Это новый телевизор, это телевизор нашего времени по большому счету То есть, получается, что в этом смысле Фейсбук, социальные сети, они вытесняют тот же телевизор, тот же телевидение То есть, как они, или наоборот, они его дополняют Это очень большая дискуссия Ну, Ютьюб скорее вытесняет телевизор Не могу сказать, и Ютьюб растет при этом, да, семимильными шагами Кстати, Фейсбук является конкурентом Ютьюба Совершенно верно, если вы попробуете рекламироваться в Ютьюбе с ссылками на Фейсбук, у вас большие проблемы, да То есть, ну, как бы, они конкурируют, и это две отдельные площадки, и Фейсбук очень активно двигает видео И вы наверняка заметили, да, последний там год-два, насколько много видео стало Фейсбуке И вообще, говорят, что процентов 80-20-му году контента потребляемого, это будет видео Вот, поэтому, как бы, ваши стримы, то, что вы сейчас делаете, да, тоже в Фейсбуке активно это популяризируете Все это двигает к тому, что люди начинают этот контент все больше смотреть И Фейсбук является каналом распространения Вот, но, как бы, конечно, тут еще много нюансов, которые в процессе всего этого, ну, как бы, мешают этому процессу отчасти Но, в целом, все идет к тому, что все уходит вот в платформу, которая будет, уже распространяет контент Но, если говорить о приложении, конкретно о приложении Mix Media Radio Я напомню, что вы можете скачать его и для Android, и для iOS Mix, пробел, медиа, пробел, радио Вы сможете слушать радиостанцию Mix Media Group в прямом эфире, в любой точке земного шара То есть, получается, в этом смысле мы тоже сейчас создали определенное средство доставки Конечно, конечно Это средство доставки Это средство доставки, причем которое мы контролируем с вами То есть, мы можем повернуть контент удобно для пользователя так, как мы хотим Мы можем организовать коммуникацию с собой так, как мы хотим Добавить там звонки, добавить комментарии, чаты, голосование Все на свете, конечно Да, и в ближайшее время мы планируем дополнить наше приложение еще такой кнопкой срочного дозвона То есть, позвонить в эфир радио Болткома, позвонить в эфир Mix FM Можно будет одним нажатием кнопки, не нужно будет запоминать номер Или, например, там где-то его записывать Дети в номер со временем Да, все становится раньше Кстати, телефоны прямого эфира Пока этой кнопки еще в нашем приложении нет, но скоро она появится Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Для тех, кто звонит нам из Латвии, а для тех, кто звонит нам из-за рубежа Перед этим номером наберите код плюс 371 Поскольку приложение наше, вот мы уже смотрим по статистике, скачивают в самых разных странах И, кстати, вы можете обратить внимание, что у нас на Фейсбуке, на страничке Mixing Solo появляется видео из разных стран В частности, из Вашингтона, из Москвы, из Владивостока, из Нью-Йорка и так далее Там тоже люди слушают наши радиостанции уже через это приложение И слушают весьма успешно, судя по их счастливым лицам на этих роликах Стираются границы, абсолютно Ну вот границы, кстати, стираются, да, это интересно, что как раз мы уже не можем И, в принципе, уже не нужно говорить о каких-то локальных средствах массовой информации Мир становится глобален, это такая глобальная шенгенская зона, получается, вот если такую метафору использовать Да-да А как это будет развиваться, вот, Алексей, вот Ваши прогнозы То есть, насколько сейчас эти границы еще существуют и какой потенциал, ну, вот, дальше вы видите? Потенциал огромен Конечно, такой старый мир, он несколько сопротивляется Как мы знаем, тут заблокировали же на Украине, например, ВКонтакте И украинцы по поводу этого переживают Представьте, если бы они все сидели бы в Фейсбуке, там проблем бы не было бы никакой, да? Ну, да, то есть, ну, ВКонтакте, кстати, тоже получается, что можно ограничить действия соцсетей То есть, каким-то волевым решением правительства и того Ну, знаете, это скорее, там же как они, они же хитро сделали То есть, они не запретили пользоваться, но запретили провайдерам предоставлять доступ, да? Соответственно, это скорее они задали, знаете, вот, хорошо бы не пользоваться нам всем больше ВКонтакте, да, на таком уровне То есть, это такая рекомендация Ну, как бы без серии, да, чуть более жесткая Ну, то есть, добавить это все можно Ну, конечно, конечно Я бы сказал, что, как бы, сейчас вся эта информация, она, есть такое в английском слово, глокал То есть, оно, вроде, глобально, но от локальных каких-то наших внутренних вещей мы не можем, как бы, застраховаться И, понятное дело, что, несмотря на то, что Фейсбук везде-везде-везде Есть еще много стран, где Фейсбук, допустим, запрещен или его нет вообще, да? Поэтому, конечно, на локальном уровне, политическим решением это все можно закрыть при желании Поэтому это все, конечно, влияет И, допустим, та же блокировка, да, в Украине сейчас, которая произошла Конечно, все можно обойти Но мы с вами понимаем, что среднестатистический пользователь, стандартный, который открыл броузер или интернет Он это, скорее всего, с этим не разберется То есть, столкнувшись с тем, что у него эта страница не открывается Да, он вряд ли с вами поймет, как там устраивать VPN и прокси и там еще какие-то инструменты Которые, ну, как бы, на самом деле надо понимать, как они работают хотя бы чуть-чуть, да? Вот, поэтому, конечно, с этим страны сталкиваются Ну, опять же, в данном случае Facebook в Украине остается, да? Там сейчас будет, скорее всего, в этой социальной сети рост аудитории, да? Да, Instagram Ну, если говорить, кстати, о конкуренции социальных сетей Потому что Facebook – это глобальная сеть, которая вытесняет, в том числе и локальная Но, тем не менее, в той же России, например, очень популярна сеть ВКонтакте И одноклассники, в общем, не теряют своих позиций Вот, насколько вот эти глобальные сети, такие как Facebook, могут вытеснить локальные? То есть, это вопрос времени или все-таки локально они каким-то образом сохранят свое существование? Я думаю, что, мое мнение, что вот такие большие локальные сети, они в каком-то виде будут оставаться, скорее всего А что касается маленьких локальных сетей, я думаю, что их уже нету, практически их не будет Facebook их вытеснит, и это видно по тому росту Facebook, который сейчас происходит Вот, а что касается конкретных случаев того же ВКонтакте Да, ВКонтакте силен в России и, скорее всего, будет долго оставаться Но, тем не менее, мы уже сейчас видим и рост Инстаграма, и Facebook достаточно активный в России Идет большое пересечение аудиторий, да? И здесь, наверное, вопрос в том, насколько сами соцсети будут активны на этих рынках А в чем феномен Facebook? То есть, он дает вот это глобальное покрытие, грубо говоря, если люди живут в разных странах Им легче коммуницировать через Facebook, чем через, например, сеть ВКонтакте Потому что она ограничена русскоязычным пространством, или в чем-то другом? Ну да, в первую очередь в этом, что все мы глобальны И второе, конечно, они могут предоставить самый лучший сервис У них больше всего денег И, по сути, вот мое мнение, например, насчет ВКонтакте Вот феномен ВКонтакте заключается только в том, что им очень в России помогают власти Ну да, вот, кстати, пресс-контресса Владимира Путина И там как раз он рекламирует ВКонтакте Ну да, это, можно сказать, в чем-то национальный продукт Но если говорить о Фейсбуке, с точки зрения его продвинутости, технологичности, возможностей Опять же, вот мы работаем в Фейсбуке с рекламой То есть мы как агентство и как люди, которые занимаются рекламой в Фейсбуке Каждый день это настолько уже сегодня продвинутый инструмент С такими огромными невозможными возможностями Невозможными возможностями Невозможными возможностями Что порой, конечно, удивляешься, насколько действительно это все может быть развито И если мы еще только в самом начале этого пути, то что еще будет, да? В этом плане технологически сегодня и статистически, и вообще с точки зрения работы Нет ни одной сети рядом, которая бы работала и была бы хоть как-то рядом с Фейсбуком И я думаю, от этого вот этот очень большой глобальный рост Ну, кстати, если говорить о простоте использования того или иного приложения Или социальной сети, вот, например, опять же, вернусь к нашему приложению Микс пробел, медиа пробел радио То, в общем-то, концепция нашей, вот, Алексей подтвердит, заключалась в том, чтобы это было очень просто То есть два клика, и ты в прямом эфире любой из наших радиостанций Это понятно, ну, любому человеку, который даже не обладает какими-то специфическими знаниями И установить это приложение занимает всего несколько секунд Вот этот вопрос простоты, он насколько важен? То есть для того, чтобы приложения или там социальная сеть были успешны и востребованы То есть это ведь не вопрос денег каких-то наворотов Это вопрос вот некого такого рационального подхода в какой-то степени Мне кажется, он абсолютно принципиален Посмотрите, что происходит сейчас, например, с Телеграмом, там, и до этого с Ватсапом тоже, да? То есть, казалось бы, это, ну, вначале были просто мессенджеры Где там вот ты кликнул на человека, можешь с ним пообщаться, да? И во что они начинают вырастать? Там все эти каналы, боты и так далее, как бы, да? Это вот уже идет следующее поколение социальных сетей Там уже искусственный интеллект в какой-то степени вот начинает приобщать Достаточно большой уже, да? Достаточно большой уже, да? На доле и так далее, они же ведь уже работают автоматически там во многом Очень много сейчас этого, да? Да, и боты, и чат-боты, которые, они сейчас немножко подспали Так волна была одно время достаточно активна и очень популярна Но я думаю, что будет какой-то некий следующий виток такой принципиальный Просто сейчас должны ступеньку какую-то новую перейти Как только подтянется все, инфраструктура к этому То будут опять новые какие-то возможности в этой истории Вот, а то, что скажется, вот тоже простоты, да? Конечно, как бы простота использования, да? Мы сегодня все с вами, садясь за лаптоп, после использования смартфона Тычем пальцами, извините, в монитор Почему? Потому что мы думаем, что туда можно нажать То есть мы настолько уже привыкли, что все у нас под кончиками пальцев Хотя смартфону всего 10 лет Хотя смартфон, да, буквально Недавно вспомнил всего 10 лет первому аппарату, который Стив Джобс представил Да, более того, есть даже такой термин, называется он gamification Это речь идет о том, чтобы вот тот опыт, который у пользователя есть Когда они играют в компьютерные игры, да, его перенести каким-то образом На более серьезные системы, да, на рабочие системы и так далее То есть сделать все, превратить все в какую-то игру, в какую-то легкость Ну да, система неких стимулов, поощрений и всего остального И, допустим, Facebook тоже же на этом работает, да? Мы все время с вами обновляем и обновляем, Лен, то обновляем и обновляем В надежде, что вот именно сейчас появится что-то уникальное для нас Которое там изменит нам что-то Но ведь игра и поиск лайков и желание получить лайки Это вот с чем-то, наверное, ну, во всяком случае можно найти некие параллели с азартными играми Потому что ты жаждешь получить эти лайки, это как некое поощрение И это, в общем, мы видим, что происходит иногда в Facebook Когда люди забираются на высотные здания для того, чтобы сделать селфи, рискуют жизнью Для того, чтобы получить это количество лайков То есть это в какой-то степени тоже является вот такой вот, ну, достаточно Ну азартное, азартное Это играет на психологию Мне кажется, это было всегда, просто сейчас это стало доступно и мы это видим Ну, как бы, я думаю, и до этого делали разные вещи, чтобы себя сфотографировать, наверное, в том-то То есть это было скрытость еще Да, просто сейчас это стало доступно, прям, более того, нам это сейчас дают Ну, то есть нам даже это не надо искать Мы, находясь в социальной сети, это получаем Тут же, прямо, сразу, бесплатно, в тот же момент То есть нам не надо ничего делать для того, чтобы получить эту информацию Давайте примем звонок У нас только что был на линии радиослушатель Так, он куда-то исчез и снова появился Вот, надевайте наушники Сейчас узнаем, что он думает Ильяна, здравствуйте, говорите, пожалуйста Здравствуйте Я по поводу мобильного приложения О-Радио, да? Да, да, молодец Сам пока еще не являюсь пользователем вашего приложения И не знаю, есть ли там такая функция Просто какая мне бы, как пользователю, была бы очень полезна Да, слушаю вас Сейчас я слушаю радио Болтком Да, на ней очень много интересной музыки Какие-то инструментальные композиции, кавер-версии И вот мне сейчас понравилось А я доехал там, не знаю, до офиса или до дома Я даже забыл, что понравилось конкретно Или мне надо искать, где ее скачать или еще раз послушать Чтобы я на мобильном телефоне, услышав мелодию Мог одним, двумя нажатиями Если не скачать ее Потому что я понимаю, что там могут быть какие-то правовые вопросы То, по крайней мере, получить название автора и название композиции Чтобы я потом мог ее найти Чтобы это было одним, двумя нажатиями Да, спасибо вам большое Вадим записал Да, как раз сейчас мы, кстати, работаем над этим И в ближайшее время приложение тоже будет дополнено И вот вы как раз очень угадали Потому что мы как раз перед эфиром обсуждали эту тему Алексей, что ты сказал? Да-да, мы как раз идем в эту сторону Совершенно верно То, как мы выпустили сейчас приложение Это такой просто, знаете, самый-самый must-have То вообще, без чего, мне кажется, просто невозможно уже Дальше, да, мы разовьем Чего там только не будет Держитесь Да, так что скачивайте приложение для смартфонов Mix, пробел медиа, пробел радио Для андроидов и для Apple устройств Уже оно разработано, сделано, выложено И так что мы будем рады, если вы присоединитесь Потому что вы можете взять его в отпуск Взять в любую страну мира И там, где есть интернет И там, где есть мобильная связь Вы, в общем-то, можете слушать бесперебойно Все радиостанции нашей группы Давайте еще звонок примем Здравствуйте, говорите, пожалуйста Алло Да, слушаем вас, здравствуйте Здравствуйте, а вот у меня на iPhone 7 Plus Не работает ваше приложение А вот сейчас у нас разработчик как раз Вы можете задать ему вопрос А что пишется? И рассказать, да, что там Что там А нет, оно просто вылетает Оно просто вылетает Возможно, из-за того, что у меня стоит бета-версия 11S А, ну, простите На 11S я не тестировал Потому что она еще не вышла Я думаю, именно из-за этого Да-да Спасибо Ну да, понятно Сейчас я попрошу, чтобы Алексей подробно ответил Потому что я, как гуманитарий Нуждаюсь в пояснениях Думаю, что многие наши радиослушатели тоже Да, вот Алексей Да-да-да Ну, Apple Вот они сейчас готовят Объявили о том, что Вот будет 11-я версия iOS Объявили, какие там будут новые фишки В основном, если честно Если вот так вот говорить Про пользовательский интерфейс Там в основном про iPad больше Они его сделали еще ближе к компьютерам Как бы, да, к Mac Вот Ну да, они объявили Как все это будет выглядеть Пока не выпустили А выпустили вот именно бета-версию Что те, кто хотят Вот как-то ознакомиться Может, поучаствовать в тестировании Могут это сделать Я на 11-й версии еще не запускал Даже свое приложение Ну, наше Не знаю Не знаю Ну, это уже неофициальный релиз Все впереди Сейчас мы прервемся на новости и рекламу Потом мы вернемся и продолжим Говорим сегодня о высоких технологиях Приложениях в социальных сетях Оставайтесь с нами Я слушаю радиостанции Микс Медиагрупп В Алматы Через мобильное приложение Микс Медиа Радио Присоединяйтесь На одной волне С городом Радио Болтком Мы продолжаем Эта программа Встретились, поговорили Меня зовут Вадим Родионов Звукорежиссер Евгений Копеинов В гостах у нас сегодня Руководитель компании Диалогу Дарвниса Которая занимается Обучением в сфере продвижения В Фейсбуке Все правильно, да? И обучением И как агентство Помощь в рекламе И продвижении Компании в Фейсбуке Все, что вы хотели знать В Фейсбуке Но боялись спросить Да, все верно Именно так Евгений Мещенюк Добрый день Программист Разработчик приложения Микс Медиа Радио Микс пробил Медиа Радио Алексей Воловек Еще раз Здравствуйте Здравствуйте Говорим сегодня О высоких технологиях О приложениях О социальных сетях Вообще Об информационной индустрии Которые сейчас становятся Вот Из разряда виртуальной В разряд реальной Потому что мне кажется Что как раз Виртуальный мир Он уже стал Гораздо более реальным Чем реальным Потому что все платежи Сообще Даже Мы стали меньше звонить По телефонам Я обратил Вот на себе По себе Даже могу сказать Нам перестало нравиться Когда нам звонят Нам перестало нравиться И мы Да Перестали лазить В окна любимых женщин Да Да Не перестали Что приятно Но тем не менее Это можно сделать Кстати с помощью Виртуальные окна Столевые Можно сказать Дорогая Открой пожалуйста А кого я сегодня залезу 6М2 12 93 9 И 6М2 13 93 9 Телефоны прямого эфира Звоните нам Участвуйте в нашей дискуссии И что вы думаете О высоких технологиях В приложениях В социальных сетях Ну хорошо Вот мы как раз Говорим о том Вот я в частности Уже отметил В начале Вот этой часть Нашей программы О том что действительно Виртуальный мир Он стал гораздо более Распространен Чем реальный То есть Но это еще Мягко скажем Не предел Как я понимаю То есть До чего мы можем Вот если говорить О таких футуристических прогнозах В ближнесрочной Среднесрочной И дальнесрочной Перспективе Что нас ждет Алексей Ох-ох-ох-ох На момент Честно говоря Эту тему Уже даже затрагивали Немножко Я думаю Что если говорить Про ближнесрочную Перспективу То это развитие Телефонов Увеличение Их размеров И вот Уход пользователей Туда Интересно Раньше ведь говорили Шли в сторону Уменьшения размеров Телефонов Чем меньше Тем лучше Первый мобильник Он был слишком велик И ему обладал Только функцией Отправить Все верно Но в принципе Здесь большое влияние Конечно идет От планшетов То есть Лиза начинает Отказываться От планшетов В пользу Универсального Устройства Такой Планшетофон Такой То есть Получается Что планшет Он в этом смысле Уже не слишком Функциональный Да Потому что С него нельзя Звонить Именно так И использовать Телефонную связь Как мне кажется Если говорить Про планшеты Смартфоны То планшеты Идут в большую Сторону компьютеров И пытаются Заменить Нами привычные Стандартные Компьютеры Настольные И ноутбуки И в принципе Я думаю Что если все сложится То такое вполне Может произойти Потому что Во многом Это естественно Удобнее И как бы И лучше А смартфоны Да Они становятся Больше Потому что Нам надо Потреблять Больше информации А чем больше Смартфон Тем больше экран Ну это Логично Давайте Примем звонок У нас на линии Радиослушателей Здравствуйте Вы в прямом эфире Говорите пожалуйста Привет Андрей звонит Да Леву привет Такой вопрос Если вы разговариваете Про социальные сети Просто хотел один комментарий Где-то наверное Пару лет назад Фирма Асенчер Выпустила Такое Исследование О том Куда двигаются Социальные сети Не знаю Это было затронуто Или нет Они в принципе Должны через какое-то время Все стать банками Потому что Сейчас Основной смысл Всех банков Это кредитная история И кредитный рейтинг Они все равно Все лазают По вашим Социальным сетям Чтобы узнать Стоит вам Кредит выдавать Или нет И соответственно А у Соответственно У твиттеров И фейсбуков Это все есть Уже В социальном графе Прямо сразу И бесплатно Вот такой вот Просто такой комментарий Удачи Спасибо вам 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира Звоните нам А также Не забывайте Что мы выпустили Приложение Микс Пробел Медиа Пробел Радио Для смартфонов Скачивайте его И присоединяйтесь к нам Где бы вы не были Вы сможете слушать В том числе И эту нашу программу Ну вот Что касается Реплики Нашего радиослушателя Соцсети Идут в сторону Вот Банков Насколько это На ваш взгляд Ну вообще Если смотреть Что происходит сейчас Ну первое Что говорили Что станут скоро Мобильные операторы Станут банками Потому что мы и так Платим за телефон Мы платим за смс И все остальное И мы тогда Теоретически Через них Можем платить Ну вообще В магазине Там и так далее Да Ну вот Пока этого не произошло Но если говорить Вот про какую-то Банкофикацию Если так можно сказать Да То Вот Например Apple двигается В эту сторону Да Они вот В последней Одиннадцатой версии Даже позволят При помощи Месседжей Передавать деньги Друг другу Друзьям Например И так далее То есть такие вот Небольшие Как я понимаю Небольшие суммы Да Заем Какой-то Еще что-то Вот про социальные сети Я не могу прокомментировать Да Вот Евгений Ну Я думаю Я не специалист В финансовой сфере Да Поэтому Конечно Если так разобраться Конечно у соцсетей Есть сейчас все Для того чтобы Обеспечивать банковский сервис В каком-то виде Но я думаю Что здесь надо Банковский сервис Просто разделять На транзакционный сервис И на банковский В классическом понимании Кредиты И все остальное Вот то что касается Транзакций То да Здесь может И Apple И Google Уже в этом работают И будут И будут развивать И соцсети Уже тоже давным-давно Это имеют На самом деле Просто еще пока Не занимались Активным продвижением Этой истории Поэтому я думаю Что транзакционная история Будет доступна у нас Везде Где только можно Мы сможем Я думаю Что мы сможем Отправлять деньги Вот так вот Приложив телефон К телефону Из мессенджера В мессенджер Из социальной сети В социальную сеть И так далее А вот что касается Непосредственно Банковских продуктов Таких как Кредитование И так далее Я не очень думаю Что это будет Их бизнес Потому что это Сильно локальный бизнес На мой взгляд Я думаю Я думаю Банки Придерживаюсь Сеть сегодня Как только Передачу И потом Через какое-то время Вы можете посмотреть Корреляцию Того Что фейсбук Примерно О вас знает И Ну вот Я думаю Вам тоже будет интересно Наверное Некоторые вещи Вроде как Они Совершенно Ну Не прямые И вы О них Не рассказываете Но там Они там Будут Указаны Например Каким способом Вы там Чаще всего Оплачиваете Скорее всего Ваши покупки Там Карточкой Или наличными Ну Интересно Посмотреть То есть Я узнаю Себе Много Много Нового То есть Благодаря Ну Да Там Например Вплоть до того Являетесь Вы там Держателем Абонемента В спортзал Или нет Такую тоже Информацию Может Там Действительно Такой Очень Интересный Плагин Я его Узнал Из статьи Про Cambridge Analytics Которую Вайс Написал Про то Как Brexit И Компания Трампа Проходила Вот Ну И там Как раз Было Тоже Информация Про Вот Этот Плагин Спасибо Вам Большое За Комментарии Обязательно Воспользуюсь Вот Интересно На самом Деле Потому Что Я допускаю Вот Я Много Чего Не знаю И Возможно Те мои Действия Они В общем-то Дают Фейсбуку Или Операторам Фейсбука Возможность Знать обо мне Гораздо Больше Чем Я хочу Чтобы Обо мне Знали Ну Что делать Мы живем В информационное Время Да В принципе Один из сервисов Которые Сейчас уже Предоставляют Социальные Сети Это Логиниться Через Фейсбук Логиниться Через Твиттер Или что-то Еще Это я Кстати Активно Использую В приложения На сайт И так Далее Удобно Правда Удобно Вполне Всегда забываю Пароли То есть Это такой Первый шаг Потом Можно Логиниться К себе На счет Например Теоретически Ну что ж У нас Кстати Приложение Микс Пробел Медиарадио Которое Мы разработали Алексей Воловик Его разработал Но не требует Никаких Паролей Мы о вас Информацию Не собираем Вы можете Слушать радио Зато в любой Точке Земного шара И радио Болтком Радио Микс ФМ Микс ФМ Дэнс Юмор ФМ Так что Присоединяйтесь Наше приложение В этом смысле Абсолютно Безопасно Никаких Сложных Алгоритмов Которые Что-то О вас Узнают У нас Нет Пока Такого Мы В наше Приложение Не внедряли Скачивайте Присоединяйтесь Если вы Слушаете Нас И можете Слушать Нас Таким образом Сможете Слушать Нас За границей Еще звонок У нас Здравствуйте Говорите Пожалуйста Здравствуйте Звоню вам Еще раз Небольшой Свой опыт Использования Фейсбука Несколько лет Назад Удалил Свой личный Аккаунт Ну потому что Он Тратил Слишком Много Времени На Совершенно Ненужные Вещи Но Был Вынужден Зарегистрироваться Именно Для бизнеса Потому что Открыл Питомник Кошек И чтобы Реализовать Животных Зарегистрировался На Фейсбуке Я думаю Что сращивание Будет Не столько С банками Может быть Это как С Эбэем Чтобы Это будет Еще определенная И Торговая Площадка Спасибо вам За комментарии 672-12-93-9 672-13-93-9 Телефоны Прямого эфира Звоните нам И пишите В видеочате На портале MixNews.lv Или в фейсбуке На страничке MixNews Или на страничке Радио Болтком Болтком Через К Вот что Пишут нам Наши радиослушатели Так Для меня Брать с собой Радио за границу Это очень глупое решение Зачем ехать за границу Если все свои привычки Тащить с собой За границу Нужна для переключения Пишет наш радиослушатель Вот Алексей Вот что скажете Ой да ладно Ну представьте себе Допустим вы бегаете по утрам И любите слушать Свою там любимую Какую-то утреннюю программу Как бы да Вполне удобно Вот вы бежите У вас тут пальма Вокруг моря И слушайте Свою любимую программу Например вы слушаете Утро на болткоме Да В общем-то Это помогает вам Каким-то образом Быть в тонусе Ну поскольку да Ну на самом деле Да и музыку В конце концов Тоже можно слушать И кстати Что самое важное Для нашего Ну одно из самых Таких приятных Еще То что Алексей Включил в это приложение Это его можно слушать Без наушников И вы можете Просто нажать кнопку И слушать радио Как радио Да То есть поскольку Многие приложения Требуют именно наушники Наше приложение Наушников не требует Вот Ну да Продолжая тему Фейсбука Вот то о чем Говорил наш радиослушатель Он закрыл свой аккаунт Открыл аккаунт для бизнеса И вот он как раз Рассматривает его Вот с той точки зрения Что он может быть И бэй и так далее Вот аналог Ну вообще для бизнеса Фейсбук это очень большая история То есть сегодня Наверное рекламный инструмент Фейсбука Один из Не один А самый наверное Продвинутый И самый Активно используемый В мире Вот потому что Ну что такое Фейсбук Фейсбук это мы с вами люди И как мы уже раньше сказали Фейсбук знает о нас все То есть по определенным параметрам Мы как бизнес Как рекламодатели Можем найти свою аудиторию Своих целевых клиентов И это одно из Это главное наверное То что есть в Фейсбуке Сегодня для бизнеса Это возможность в принципе Дотянуться Вот без границ В любой точке земного шара Практически до любой аудитории Которая вам нужна И конечно реализовать Свои бизнес задачи Здесь Можно очень и очень эффективно И многие Многие уже это давным-давно делают И развивают Свои как бы Бизнес сообщества И свой бизнес В Фейсбуке Вот И как бы Если вы еще Друг занимаетесь бизнесом И не посмотрели В эту сторону То оглянитесь по сторонам Знаменитые Ваши конкуренты Уже что-то делают И вполне возможно Делают достаточно успешно Ну кстати вот интересно Что говорили о том Что интернет Сделал мир маленьким Но вот не знаю Мне кажется Что именно Фейсбук Сделал мир совсем маленьким Потому что Ты в считанные секунды Можешь дотянуться До любой точки земного шара И увидеть Например Через 5 минут После землетрясения На Гаити В общем-то Что там произошло Через посты Видео Фото И так далее И тому подобное То есть Но здесь как раз Есть такое мнение Что вот как раз то Что мир стал настолько маленьким Это и пугает Что все стало рядом Что теракт Который произошел Скажем Где-то За тысячу километров От твоего дома Вдруг стал практически У тебя под окнами Потому что Ты видишь все страдания Видишь всю боль Видишь эти фотографии Видишь этих людей И тому подобное Вот чисто психологически Нет уже такого Некого Отторжения И попытки Вот как раз Выйти за пределы Вот этого вот Такого маленького мира Я думаю Что это Мое мнение Что это дело привычки Просто технологии Нас догнали И будут догонять В любом случае То есть У технологии нет Никаких эмоций Они нас будут Все равно преследовать А нам так иначе Надо под это подстраиваться И как-то с этим жить Я делал эксперимент Кстати Где-то год назад Я пытался Перестать пользоваться Со смартфоном Да То есть И я буквально Через 15 Да Я через 15 минут понял Насколько много вещей На самом деле Мы сегодня Делаем в смартфонах Элементарно Посмотреть расписание транспорта Заказать такси Перечислить еще что-то Послушать радио Послушать радио Посмотреть радио Да То есть У нас уже есть Даже такие сегодня Есть возможности Вот И как бы Ты понимаешь Насколько ты уже Сегодня без этого То есть Ты настолько к этому привык Так Модный термин Уберизация нашей жизни Такая Я даже больше скажу Там же В какой-то момент То ли год назад То ли два года назад Фейсбук изменил Как-то Свою эту политику И они объявили официально Что они там Что-то собирают Какую-то информацию И много людей Удалили себя Из Фейсбука Под это дело Что все Знак протеста Что вот мы Значит не позволим И так далее Все они уже назад Вернулись в Фейсбук Ну потому что Ну как бы невозможно Вот здесь кстати Вот интересно Я тоже говорил С людьми Есть такая мысль Что значит Если ты зарегистрирован На Фейсбуке В других социальных сетях То спецслужбы всего мира Имеют возможность За тобой следить Есть те кто считает Что это страшно Ужасно И недопустимо С другой стороны Я вот думал Вот если допустим За мной следят спецслужбы Ну и что Вот по сути Ну узнают они Во сколько я прихожу домой Что я ем там на завтрак Как я выгляжу утром Когда допустим Не выспался И так далее То есть Насколько эта информация Почему эта информация Так пугает многих людей Что потенциально Спецслужбы могут Проникнуть в твой Мобильный телефон Или в твой компьютер И в общем Увидеть тебя Ну в каком-то Таком свете Ну смотрите В принципе информация Не все время За тобой следят Правильно Не они следят Конечно не все время Безусловно Там обычному Человеку В общем-то Наверное Все равно Пускай они там Смотрят Как я там Не знаю Кушаю там яблоко Или что-то Иду на работу И с кем-то чатюсь Но в принципе Ну представьте себе Вообще Есть Ну если так сказать Глобально Допустим Есть какая-то Политическая ситуация Есть какой-то Политический строй Да Появляются какие-то Новые течения Чтобы что-то Полиция мыслей По Орлу Именно так Да То есть Ну это Да Вот Такой инструмент Повернуть все Так как себе Выгодно Как бы Именно это И пугает Я думаю Людей Ну вот Насколько Фейсбук Кстати Используется В этом смысле Потому что Опять же Мы говорили Об арабской весне Говорили о других Так называемых Цветных революциях И многие говорили Что они Произошли Во многом Благодаря Именно Даже про выборы Президента Америки Говорили Твиттер Твиттер Да И Трамп тоже Конечно Это по большому счету Что такое Глобальная СМИ Можно сказать Это агрегатор 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 Да То конечно Можно влиять На Как бы На людей На сознание Информационное Это как бы Уже давным-давно Все знают Что так это работает Вот Поэтому естественно Что Другой вопрос Что это сложный инструмент Тоже Да То есть Ну это тоже Не так все просто И для этого Нужны большие ресурсы Вот А то что Приватность Ну На мой взгляд Уже давным-давно Приватность Это некая такая Как бы История Не очень Как бы Соотносящаяся С текущей жизнью Ну нет особо Никакой приватности Давайте уже это признаем И скажем По сути сейчас Ни у кого Никакой Личной жизни Нет Если так говорить Ну не в том ключе А в котором А именно в том Что в общем-то Мы сами Добровольно Делаем себя Публичными персонами В какой-то степени В целом да И самое естественное Что многие Хотят И целенаправленно Это делают То есть Появились инструменты Это делать То есть Показывать себя Рассказывать о себе Показывать Чем я занимаюсь И использовать это В каких-то своих Опять же целях Те же Огромные конечно Селебрити Медиаперсон Инстаграм Фейсбук Вот прям Все там да Вот Понятно Но с другой стороны Все таки есть выбор На мой взгляд То есть Если вы не хотите Чтобы о вас Видели какую-то информацию Вы сделаете так Что о вас Эту информацию Не увидят Посторонние Но все Что про спецслужбы Я ничего не могу Сказать Наверное увидят Ну как бы Если захотят Друзья Просто появилось Больше инструментов Есть например Какой-нибудь Телеграм Где там Они утверждают Что никому Это не предоставляют Все там зашифровано Но это не маркетинговая история Господина Дурова Вот как раз Именно Это безусловно Маркетинговая история Господина Дурова Но в том числе Как бы Есть и другие мессенджеры Есть и другие Какие-то социальные сети То есть Просто Знаете Есть как Две стороны Как бы То есть Если говорить Даже про политическую ситуацию С одной стороны Людей легче контролировать Потому что Можно там Все там Проверять Посты Удалять Какие-то правильные Вбрасывают Так и с другой стороны Людям Которые протестуют Гораздо легче Собраться вместе Как бы Да и так далее То есть Это все Самоорганизация Это просто изменение мира Да Это не Ну фейсбук Опять же Это же технология просто Это платформа Это мы вместе Формируем фейсбук Сегодня на самом деле Если мы сейчас С вами все Перестанем писать Одновременно Фейсбука не будет То есть получается Что Ну мы можем вспомнить Что студент Гарвардского университета Марк создал фейсбук Для того чтобы Познакомиться с девушками Да То есть Изначально идея была такая Ну а потом Все так мило начиналось Да Гарвард он не закончил Как он кстати Сказал Недавно получил Да Он сказал Это единственная речь Речь это единственное Что я закончил в Гарварде Эйнштейн тоже просто Спал под яблоней Ну да Нет Эйнштейн под яблоней Это Ньютон Ой простите Ньютон Извините Эйнштейн возможно тоже спал Под яблоней Извините Да мы поняли О чем идет речь Смотрите Пишут наши радиослушатели Тоже достаточно активно Личная переписка В чатах тоже учитывается Но ее учитывает Бездушный робот Который не понимает Смысла в тексте Однако Поведенческие маркеры Робот распознает Знает Это неправильное слово Правильное слово Распознает Поведенческие маркеты И квалифицирует вас Как целевой аудиторией Для того или иного предложения Знает робот Ничего не может Вот такое мнение От радиослушателя И еще Следят роботы Они люди Роботы не понимают И не знают Иллюзия Что за каждым пользователем Человеком Наблюдает шпион Человек Наблюдателя не хватит Кроме того Наблюдает только За крупными политиками За рядовыми пользователями Никто не наблюдает Политик интересен Покупками Домиками И так далее И тому подобное У нас звонок Давайте еще под занавес Эфира примем Здравствуйте Говорите пожалуйста Здравствуйте Да Слушаюсь Вопрос такой Вы говорите о том Что все становится доступно И вообще Наверное бесплатно Вот дозвониться вам Стоит денег Да С любого Любого Другого Оператора Связи Да Включается Музычка И говорит Что вы дозвонились На радиоболтком Вы просто зарабатываете Копейки На тех людях Которые вам звонят Второе Вы говорите О пятотехнологиях У вас уже Почти две недели Не работает Видеотрансляция В интернете Да вот работает У меня сейчас Какая может быть другая Еще дополнительная Дополнительная услуга Если она не работает Ну как Ну это смешно Вы говорите о том Что включите свои телефоны Запишите И мы с вас будем Брать копеечку Ясно Спасибо вам Кстати работает Видеочат Я не знаю Что проверьте Свой компьютер Потому что Вот у меня сейчас Как раз включен компьютер На котором работает Видеочат И все там Прекрасно показывает И кстати Да вот только что Наши гости Показали Что в принципе Двигатели Телефон Проводят Проводят Представляем И в общем-то Поговорить О высоких технологиях Это была программа Встретились Поговорили Эфир провел Вадим Родионов Всего доброго И до свидания